Приветствую всех на канале Гильтек. Сегодня мы поговорим о том, как подобрать самое необходимое средство в уход, ориентируясь на тип кожи. Начнем с сухого типа кожи. Для того, чтобы подобрать самый необходимый базовый уход, надо определить базовые потребности этого типа кожи. Конечно же, как любой тип кожи, сухая кожа нуждается и в поверхностном очищении, восстановлении гидропидного барьера после этого очищения, в дополнительном увлажнении, потому что все мы, к сожалению, живем в неидеальных условиях где-нибудь на горах Алтая, не ходим под дождичком гулять и умываться росой, но та или иная степень обезвоженности присутствует у любого типа кожи, просто сухая кожа больше подвержена обезвоженности, так как она хуже удерживает влагу. Кроме того, сухая кожа, недаром называется себостатическая, она содержит меньше жиров, чем хотелось бы. И поэтому мы всегда должны учитывать тот факт, что недостаток жиров себостатической кожи мы можем компенсировать как раз уходовыми средствами. И у сухого типа кожи эти средства будут относиться в разряд необходимых. Например, у жирного типа кожи такие же средства могут использоваться зимой для защиты от мороза. Соответственно, уход у нас осуществляется за кожей чаще всего два раза в день, утром, вечером. И попробуем собрать комплект, ориентируясь именно на такой тип кожи. Очищающие средства для любого типа кожи и сухого в том числе желательно подбирать мягкие. То есть там не должно быть жестких поверхностно-активных веществ, пенообразователей, таких как лурета и лурилсульфат. Ну, в гельтековских очищающих средствах их нет в принципе, поэтому теоретически можно взять любое. Но по опыту могу сказать, что пациенты с сухой кожей больше всего любят классический очищающий гель, который нужно наносить, не забывайте, на влажную кожу, чтобы он не вызывал чувство стянутости. И также очень любят наш новый мусс из линии Хом Кер с витамином С, который тоже очень мягко очищает кожу, не вызывает чувство стянутости. И для сухой кожи это оптимальный вариант. Чтобы завершить очищение, мы будем брать тоники, которые имеют дополнительную функцию, удерживающую влагу, да, то есть увлажняющие тоники. И эти тоники могут иметь, например, гелеобразную текстуру, как наш тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Данный тоник является, наверное, мастхевым и самым популярным тоником у обладателей сухого типа кожи, поэтому мы его в этот комплект возьмем. Так как я уже говорила, сухая кожа очень сильно подвержена агрессии внешней среды, она хуже удерживает влагу, поэтому нам эту влагу нужно восполнять, использовать какие-то средства либо влагозамещающие, например, с ультра- или низкомолекулярной формы гиалуроновой кислоты, или с какими-нибудь пептидами, которые помогают восстановить уровень увлажненности, регулируют транспорт, например, влаги из дерма и эпидермис, а также влагоудерживающие компоненты, такие как высокомолекулярная гиалуроновая кислота, хитозам, все они должны содержаться в интенсивно увлажняющих средствах для такого типа кожи. Если, например, для жирной кожи, для жирной кожи это не всегда будет в разряд необходимых относиться, то для сухой кожи это будет такой ежедневный, рутинный уход, как зубная паста и зубная щетка. Поэтому мы возьмем средства гелевой текстуры 3D-увлажнение интенсивно-омоложение и сможем использовать их в регулярном уходе утром и вечером, или хотя бы один раз в сутки для того, чтобы удержать влагу и восполнить ее недостаток в эпидермисе. В отличие, опять-таки, от жирного или комбинирного типа кожи, сухую кожу обязательно нужно питать. То есть средства, которые мы наносим поверх сывороток, должны содержать какие-то комплексы масел, какие-то, допустим, вещества, которые будут восполнять и, так сказать, реконструировать наш липидный барьер, например, церамиды. И в данном случае более легким вариантом по текстуре будет крем увлажняющий, который содержит масло ши, масло сладкого индоля, протеины шелка, витаминье. То есть он является базовым таким увлажняющим кремом, хорошим дневным, можно его наносить под макияж, и он еще дополнительно содержит два ультрафиолетовых фильтра, которые дают SPF 10, то есть для осенне-зимнего, осенне-зимне-весеннего периода. Это такой оптимальный вариант. И более интенсивный вариант, и совсем не содержащий воды, содержащий комплекс масел и церамиды, фитостерол. Это как раз наш церамид-скинсейвер, который использовать при сухом типе кожи можно как раз для, можно сказать, имитации гидролипидного барьера, для восстановления рогового слоя эпидермиса и вообще эпидермиса в целом. И можно его использовать для сухого типа кожи на регулярной основе, а, например, жирный или комбинированный тип может использовать его зимой для защиты от мороза. Это мы будем использовать, как правило, утром, а вечером мы можем взять питательный крем и поверх сыворотки наносить крем питательный массажный спа апельсин, который имеет более плотную текстуру, чем крем увлажняющий. Естественно, не содержит трафиолетовых фильтров, которые нам вечером не нужны. При этом он содержит три масла. Это масло шима, масло сладкого медаля, масло какао, тоже содержит витамин Е. Он прекрасно впитывается, он подходит для сухого типа кожи, для нормального типа кожи. И несмотря на то, что здесь написано массажный, это не массажное средство, это хороший питательный крем, по которому можно просто делать косметический массаж. Вот такой, наверное, комплекс. Это будет базовый, основной. А другие средства уже для этого типа кожи будут подбираться по проблеме, в зависимости от возраста или от того, что человеку беспокоит. Но об этом мы будем в следующем видео разговаривать. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если у вас есть какие-то наблюдения, и вы хотите поделиться опытом, как вы подбираете рутинные средства для ежедневного ухода в зависимости от вашего типа кожи, или, может быть, вы когда-то ошиблись в этом, а потом обнаружили, что все совсем по-другому, то буду очень признательна, если вы в комментариях поделитесь этой информацией со всеми нашими подписчиками. Ставьте лайки или дизлайки, нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о наших новых видео. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok